МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Здравствуй, Катя! Привет, девчонки! Катя, что мы сегодня будем делать? Потому что коврики уже постелены, ты в носочках. Я думаю, что это что-то будет такое спокойное, релаксирующее и расслабляющее. Сегодня мне бы хотелось обратить внимание на девушек, которые у нас находятся в положении, которые у нас беременны, и хотят бы провести для них небольшое занятие по пилатесу. Тем более, что, насколько я знаю, ты тоже у нас относишься к этим девушкам. Да, отношусь. Так что мы сегодня покажем, продемонстрируем то, что можно делать и заниматься, именно находясь в положении. Если вы себя хорошо чувствуете и ваш врач вам разрешает, в принципе, вы можете все эти упражнения повторять дома вместе с нами. Да. Хорошо, тогда нам нужна музыка, и с чего мы начнем? Вы можете заниматься в обуви, можете заниматься в носочках. В принципе, нам ничего такого сегодня не понадобится. Сейчас мы с вами ставим ноги на ширине таза, колени у нас мягкие, копчик мы подкручиваем вперед, живот слегка втягиваем вовнутрь, плечи расправляем назад, лопатки сводим вместе. А живот не опасно в таком положении как-то втягивать? Ну, не максимально, у нас должна быть концентрация центра, то есть мышцы пресса, у нас должны все равно работать. То есть это должно быть очень аккуратненько. И поэтому мышцы в тазах можно вовнутрь потягивать. Если вы чувствуете дискомфорт, то, конечно, вы можете расслабить. Сейчас мы с вами будем дышать по системе пилатес, это глубокий вдох через нос и выдох через рот. Начнем с вами вдох и выдох. Заключительно раз, вдох и выдох. Остаемся с вами внизу руки, оставляем плечи, оттягиваем вниз, ягодицы зажимаем и тянемся руками в пол. Растягиваем мышцы рук, укрепляем мышцы спины и тянемся с вами руками в пол. Кать, многие девушки очень переживают по тому поводу, что когда они находятся в положении и вообще не занимаются никакими физическими упражнениями. Если нет физиологических каких-то отклонений и можно заниматься спортом, то 20 минут в день, в принципе, можно уделять этому. Замечательно, тогда продолжаем. Сами ноги у нас остаются на ширине таза. Сейчас мы с вами будем делать приседания, укреплять заднюю поверхность бедра, которая у нас задействована в работе. Мы делаем вдох на выдохе, опускаем корпус слегка вниз и вырастаем наверх. На выдохе вниз и вдох наверх. Мы с вами делаем 8 повторений. Старайтесь руками вытягиваться вперед, а таз опускать назад. Представьте, что вы садитесь на стул, у вас колени находятся четко над пятками, и мы тянемся руками вперед и копчиком назад. Осталось еще два раза. Я смотрю, что ты садишься не очень глубоко, такой небольшой присед. Ну да, чтобы у нас это было комфортно, это было удобно, можно, конечно, сесть ниже, но живот тоже может мешать. Я об этом и говорю, что не нужно садиться глубоко. А до какого месяца вообще можно делать какие-то упражнения? А в заключительный раз все зависит от самочувствия и как бы что врач вам скажет. Если у вас хорошее самочувствие, нет каких-то противопоказаний, можете вплоть до последней недели заниматься. Конечно, амплитуду можно там и уменьшить, и нагрузку поменьше, но все равно физические упражнения должны быть. Сейчас мы делаем все то же самое, но стопы разворачиваем по диагонали. У нас колени будут смотреть в сторону, теперь у нас больше задействуется внутренняя поверхность бедра. Как бы мы растягиваем ее и тренируем, потому что во время беременности, во время родов, точнее даже больше во время родов, у нас ноги находятся в раскрытом положении, а не всем мамам это комфортно и удобно, у них начинается дискомфорт, мышцы не приготовлены, им тяжело. Поэтому мы эту мышцу так же проработаем и чуть-чуть растянем. Делаем все то же самое, только руки через сторону. Вдох, вниз и выдох, наверх. Еще вдох и выдох. Не забывайте дышать вдох через нос, выдох через рот. Если вы устали, вы можете прервать упражнение, а потом присоединиться. Но дышим. Вдох и выдох. Еще два раза. Заключительный раз. Зафиксируем себя ненадолго внизу. Четыре, три, два. И вырастим снова наверх. Соберем ноги вместе. И еще раз мы с вами проработаем мышцы ног, вырастая на носочки. Делаем вдох и выдох. Вдох и выдох. Будущим мамочкам очень рекомендуют, особенно на последних месяцах беременности, насколько я знаю, насколько я это слышала, гулять. Очень много гулять. Ходить. Да, все же воздух одно из самых лучших лекарств от стрессов для хорошего настроения. Остаемся с вами наверху и делаем небольшие пружинистые движения. То есть до конца мы вниз не опускаемся. И пружиняем. Еще четыре. Три, два. И медленно опускаемся вниз. Остаемся здесь. Сейчас мы с вами разработаем тазобедренный сустав. Это у нас будет скручено. Мы подтягиваем вовнутрь и прогибаемся в поясничном отделе. То есть наш живот расслаблен сейчас, да? Мы делаем вдох. Прогнулись. На выдохе подкручиваем таз и втягиваем живот внутрь. Здесь мы расслабились. Опять же очень аккуратно. Втягиваем тоже аккуратно. Ну, если честно, для меня эти упражнения абсолютно неактуальны. Ну, здесь мы расслабились, наполняем кислородом. Ребенок у нас также дышит. И так же делаем вдох через нос. Расслабились и выдох. Подтянули. Разрабатываем мышцы таза. То есть это упражнение очень полезно, потому что тазобедренный сустав все равно он расширяется во время родов, во время беременности ребеночек. Красотка расходится. И таз расходится. И поэтому подвижность этого сустава нам очень необходима. То есть таза сюда? Да. То есть мы расслабили и подключили таз. Сейчас мы с вами стоим на край коврика, делаем с вами роллдаун. Это мы опускаем голову, плечи, округляем спину до конца, внизу расслабляемся. Почувствуйте растяжение в области позвоночника. Будем продолжать так же разрабатывать тазобедренный сустав. Стопы у нас параллельны друг к другу. Колени на ширине таза. Кисть у нас стоит под плечом, а колено под бедром. То есть у нас получается угол 90 градусов. Мы делаем так же небольшой прогиб. Вдох и выдох. Дышим вдох через нос. И выдох через рот. То есть мы подкручиваем таз вперед и раскручиваем его обратно. Плечи у нас оттянуты вниз, с макушкой мы тянемся вперед. Старайтесь, чтобы шея была длинная, не зажимайте ее. И продолжаем. Что для нас дает вот такое упражнение? Также разработку тазобедренного сустава. То есть мы его подкрутили и выдохнули. Но еще получается спина, как поясница, работает довольно быстро. Здесь, в принципе, работают все мышцы. И руки работают в статическом положении, и ноги. Давайте сделаем заключительный раз. Выдох и вдох. Остаемся с вами в этом положении. Подкручиваем стопы. Сейчас у нас будут задействованы все группы мышц, мышцы-стабилизаторы. Делаем вдох. На выдохе мы слегка поднимаем колени наверх, не меняя исходное положение. Можем себя здесь зафиксировать. Можем чередовать. Вдох, колени опускаем. На выдохе поднимаем вверх. Совсем немножко, то есть, ты поднимаешься. Да. То есть, если тяжело, вы можете чередовать. Вдох, выдох, подъем и опускание ног. Если чувствуете, что вам легко, и у вас хорошее настроение самочувствия, вы можете колени приподнять и зафиксировать сюда. И подышать, допустим, 4 цикла дыхания. И выдох. Вдох. Выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. Заключительный раз. Вдох. И на выдохе опускаем колени, расслабляем стопы. Чтобы нам расслабить мышцы рук, мы ягодицы опускаем на пятки. Если тяжело, животик мешает, мы ноги раздвигаем в сторону и руками вытягиваемся вперед. Здесь мы расслабляем мышцы спины. Можно кистями покрутить, потому что они были у нас в статическом положении. В одну сторону и в другую. И медленно начинаем с копчика. Круглой спиной раскручиваться наверх. Расправляем плечи. Делаем вдох. Ложимся сейчас с вами на бок. Руки кладем по центру перед собой. Ноги сгибаем в коленях под углом 90 градусов. Делаем вдох. Раскрываемся. Сопровождаем руку взглядом. И на выдохе скручиваемся обратно. Еще два раза. Вдох. И выдох. Я наблюдаю за вами, девчонки. Вот все упражнения, они такие очень плавные. Заключительный раз. Очень спокойные. Остались в этом положении. Все акцентировано только на дыхании. Самое главное дыхание. Мне кажется, что очень многие могут это повторять. Многие делать. Это мне даже... Ну, это действительно очень полезно. Полезно для того, чтобы ваши мышцы не затекали. Многим будет тяжело делать сначала дыхание, потому что кислород сразу поступает в клетки и может получаться небольшое головокружение. Для этого нужно дыхание немножко уменьшить. То есть не совсем глубоко вдыхать и не полностью выдыхать. Самое главное, прежде чем что-либо делать, даже если вы видите и вам кажется, что это очень легко и просто, все равно обязательно спросите у вашего врача, который вас наблюдает, можно ли вам что-то делать, либо лучше от этого избежать. С вами полностью согласен. Сейчас мы будем прорабатывать косую мышцу нашего корпуса. Для этого мы встаем на локоть. У нас локоть находится четко под плечом. Мышцы талии мы не расслабляем, мы их подтягиваем наверх. Ноги согнуты в коленях. Старайтесь, чтобы у вас была одна линия. Мы делаем вдох и выдох вниз. Вдох, потянуться за рукой и выдох. Еще четыре раза. Вдох, вытянуться за рукой и выдох вниз. Когда опускаетесь вниз, не расслабляйтесь. У вас все время линия прямая, зафиксирована. Заключительный раз. Вдох, потянуться. И выдох. Аккуратно с вами поднимаемся наверх. Все делаем плавно, без резких движений. Правая нога у нас остается согнутая перед собой. Левую мы заводим за спину. Ну, сгибаем в колени и вводим назад. Продолжаем также работать на косую мышцу. Правая рука вверх. Мы потянули в сторону. Возвращаем в исходное положение. Поднимаем таз и растягиваемся в другую сторону. И чередуем. Потянуться. И вырасти наверх. То есть у нас и работают и мышцы ног, и ягодицы, и косые мышцы. Потянуться в сторону. И наверх. Еще два раза. Мне кажется, что все равно это такая версия посидящая очень Билата Слайд. Версия Лайт. Версия Лайт. Билата Слайд. Аккуратно меняем с вами ноги. Будем делать все в другую сторону. Сгибаем левую ногу перед собой. Оставляем правую назад. И все то же самое. Потянулись. И выросли наверх. Это может быть медленно, может более динамично. Все зависит от того, как вы себя чувствуете. И нет ли у вас каких-то отклонений по здоровью. Еще два раза. Потянуться за рукой. Заключительно раз. Теперь ноги соединяем вместе. Уходим с вами на локоть. И также прерабатываем косые мышцы. Вдох наверх. Выдох вниз. Вдох. Выдох. Еще два раза. Заключительный. И делаем с вами последнее упражнение. Отопускаемся с вами на локоть. И также чертуем. Вдох. И выдох. Все то, что мы сделали. Да, в одну сторону то же самое в другую. Остались здесь. Количество повторений вы можете сами себе выбирать. Это может быть 4, 8 или 16 раз. Кто как хочет, кто как может. Ну и я думаю, что вот такая 15-минутная тренировочка. Делаем вдох. Для будущей мамочки. Возвращаемся в свадное положение. И поднимаемся с вами на верх. Мне кажется, что это очень полезно. И будет приводить ее в более позитивное состояние. И физически она будет себя чувствовать гораздо лучше. И физически, и эмоционально. И как она, так и ребеночек будет чувствовать себя гораздо лучше. Еще плюс свежий воздух и прогулки. Это будет просто супер. Да, и самое главное, ешьте больше фруктов и овощей. Да, без пестиц. На этом мы тогда заканчиваем. Да, спасибо большое. Аккуратно поднимаемся с вами с помощью рук. Бодренький вдох и выдох. И бодренький выдох. И мы закончили. Да, спасибо большое. Спасибо, Катюш. Тебе было очень познавательно. И я надеюсь, что многие мамочки теперь тоже захотят что-то такое сделать. И может быть даже будут ходить к себе на тренировки. Но прежде чем это делать, опять же, проконсультируйтесь с вашим врачом. Спасибо большое, Катя. Спасибо, девчонки. Буду рада, что когда ты к нам придешь, наверное, уже будешь показывать немножко другие упражнения. Хорошо, спасибо. Все, пока-пока. Пока-пока. Дорогие друзья, с вами вновь команда ФИД и часть этой команды. А именно Ольга и Татьяна уже здесь в нашей студии вместе с нашим тренером Алексеем. Проблема в том сегодня, дорогие мои, что наш с вами общий друг Олег Горбулев вновь не пришел на тренировку. И я считаю, что это достойно того, чтобы человека этого просто не принимать уже в нашу команду. Потому что слишком много отговорок, очень мало дела. Леш, я слишком строгая сейчас. Нет, я думаю, что ты не слишком строгая, ты такая, какая должна быть. Потому что если человек стремится к чему-то, хочет изменить свою жизнь, он должен дисциплинированно относиться к этому. А если он недисциплинированный, ну а зачем человека напрягать, зачем ему навязывать что-то? Если он хочет, он здесь, если его нет. На сегодняшний момент у нас самая дисциплинированная героиня – это Оля и Таня, которые каждый раз ходят на тренировки, ходят в зал, соблюдают диету. Но сегодня мы вам, дорогие наши, покажем упражнения, которые вы можете делать дома. Потому что понятно, что в зал вы ходите 2-3 раза в неделю, а заниматься, как сказал нам Алексей за эфиром, нужно 5 раз в неделю, правда? Вообще лучше заниматься постоянно. И по 7 раз в неделю. Но только тренировки должны быть различными. То есть силовой класс, растяжка, плавать в бассейне, то есть бегать, просто прогуливаться. То есть тренироваться нужно всегда и постоянно. Но прежде чем мы начнем сегодня тренироваться, хочется девочке у вас узнать, как ваше самочувствие? Оля, я помню, что были проблемы с болью в суставах. Как случилось сейчас, на сегодняшний момент все? Ну, пока все то же самое, даже немножко хуже. То есть боль ушла из таза, поднимается выше теперь уже? Она не ушла, она еще поднимается выше по позвоночнику, то есть уже болит спина при движении, резкая боль. Леш, ну к тебе как специалисту, что это может быть? Ну, во-первых, нужно смотреть на то, болевые ощущения, они в тренировочном процессе допустимы. Просто у человека, может быть, мышцы были изначально нетренированы. А вот что делать нашим зрителям, которые, как вот, например, Оля и Таня тоже следят за нашим проектом, что-то выполняют? Тренировки. Несмотря на боль? Несмотря на боль. Болевые ощущения, иногда вплоть до того, что вот начинает тянуть, начинает острые боли возникать, нужно продолжать тренировки. Чтобы запустить кровопоток в мышцах, для этого нужно через боль, через усилия преодолевать и двигаться, двигаться вперед. Как я обычно говорю, что комфортно в любой тренировочной деятельности быть не должно. Потому что, если мы хотим добиться определенного результата, мы должны выйти за какую-то определенную грань. Оль, ну будем стараться выходить сегодня. Тань, как у вас дела? Ну, как дела? Самочувствие не очень в связи с тем, что решила все-таки отказаться от сладкого. И постоянное чувство голода. Ну, что касается питания, мы чуть позже это обсудим. Давайте сейчас начнем тренировку. Итак, Леш, что нам сегодня приготовил? Мы проделаем сегодня комплекс в домашних условиях. То есть наши участницы могут его делать дома три раза в неделю. То есть после не вхождения в зал. Вот вы ходите два раза в зал занимаетесь, два раза еще дополнительно. Вот на следующий день будете выполнять этот комплекс. Комплекс будет из себя содержать. То есть мы будем работать на полу, мы будем делать махи из стороны в сторону. Мы будем активно дышать и будем прорабатывать те участки мышц, которые нам необходимы, чтобы достичь результата. Давайте попробуем. Да, сразу же хочу, те телезрители, которые обращают на нас внимание, смотрят. Данные упражнения рекомендуется начинать делать тогда, когда вы уже хорошо разогреты. Ваша разминка должна быть минимум 30-40 минут. То есть она включает в себя бег. Разминка только 30-40 минут? Разминка, разминка, разминка. То есть сначала генеральная уборка девочки дома с пылесосом, с тряпкой. Размялись и потом смело можно уже присоединиться к нам и заниматься. Давайте, с чего начнем? Мы начнем с простого. Садимся, принимаем исходное положение на коленках. Да. Я понимаю, Оль, ваше удивление. Видимо, уже если будет больно, вы сразу говорите, потому что постараемся. Вот сейчас что вы чувствуете? Нормально вы себя чувствуете? Нормально. Точно. Пояс, плечи расправляем, грудь вперед, на выдохе, таз вперед. Раз и назад. Два и назад. Три. Говорите, девочки, о ваших ощущениях, потому что это очень важно, потому что наверняка сейчас вот нас опять же смотрят какие-то телезрители и подумают, а вдруг это очень тяжело, а вдруг вот я так не смогу. Но вот вы же можете, это легко? Таня, вот вам легко делать это упражнение? Ну так, относительно. Что, где болит, что, где некомфортно? Колени, ступни. Да, да, да. Еще дополнительно идет протяжка. Подготовка ног к махам. Дополнительно еще лучше всего, когда вы выводите таз вперед, напрягать ягодицы. Напрягли, расслабили. С выдохом напрягли, расслабили. Леша, вопрос следующий. А это упражнение могут делать все люди? Потому что ты знаешь, что есть проблемы с... Если у кого-то проблемы, именно большие проблемы с коленями, то есть это упражнение делать не рекомендуется. Либо рекомендуется делать его тогда, когда что-то нужно подкладывать. Даня, что случилось? Пойдем дальше. Переходим. Давайте попробуем. Вот это упражнение мы запомнили, да? Правое колено к себе. Носок натянут от себя. С выдоха вперед. Девочки, если сравнивать с тем, что вы делаете в спортивном зале, вот это проще или не проще? Мы почти тоже и делаем. Похоже. Похоже. Чуть-чуть сгибаем спину вперед. С выдохом назад. Вперед. С выдохом назад. Наша задача подключить не только ноги, ягодицы, наши бедра, но еще дополнительно подключить спину, поясничный отдел. Очень важно, мне кажется, в этот момент то, как мы дышим. Правильно? Вдох носом, выдох через рот. Выдох всегда идет на усилие. Вдохнули, выдохнули на усилие. Потому что и мы с тобой говорили о том, что когда не хватает у нас воздуха, да, это тоже очень плохо. В общем-то, именно поэтому у нас сгибается иногда. Левая, колено к себе, носок от себя, с выдохом, раз, два, три, четыре, шесть, 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 восемь, делает правильно. Татьяна делает правильно, абсолютно, то есть работает спиной, именно спиной. Задача не только ногу выводить вперед, но еще и двигать спину. То есть она также дополнительно тренирует свою спину. Еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Еще чуть-чуть, еще немножко и все. Один. Сразу для заметки. Данное упражнение лучше выполнять по 40 повторений на каждую ногу. Три подхода. Уже прям тяжеловато стало, да? Я рекомендую. Вот сделайте эти упражнения. Два упражнения. Чувствуете, уже начали разогреваться. Интенсивно. А когда вы разогретые, у вас гораздо, то есть эффективность этих упражнений, она доказана уже очень давно. Идем дальше. Следующий. Вытягиваем правую ногу. Носок натягиваем на себя. Почувствуйте, говорите сразу, потому что я говорю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выдох, выдох. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Леша, имеет значение, когда это упражнение делать? Утром, днем, вечером? Восемь. Лучше с утра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще чуть-чуть. Восемь. Давайте, девочки, я с вами. Шесть, пять, шесть, пять, четыре, три, три, два, один. Поменяли ногу. Все тяжело? Левую. Они задышали. Чувствуешь, все? Мы сделали это совсем чуть-чуть, а они уже начали пыхтеть, дышать, дышать, дышать. Это же хорошо. А вот как мы поймем, есть ли эффект или нет? То есть, если девушки потеют в этот момент, задыхаются, это хорошо или плохо? Как мне сказал один человек, когда я ему давал этот комплекс, Алексей, я, говорит, наутром, я поняла, что ягодицы, они прям вот, вот, все сжалось, и такое ощущение, что не то что, а что все натянулось. И вот когда вы проделаете самостоятельно дома эти упражнения, опять же, вот вы разогрелись, вперед, да, поделали махи, которые мы сделали, эти махи, то поймете, то есть, вот о чем идет речь. Ой, как самочувствие? Ну, немножко начинает болеть. Идем дальше. Идем дальше. Болит, не болит, не важно. Идем дальше. Раз, два, три, нога натянут, четыре, пять, шесть, семь, восемь, с выдохом вверх, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, отдыхаем, садимся, вытягиваемся вперед. Отдыхаем, это самая любимая часть, видимо. Но мы не просто отдыхаем, мы вот в паузу между перерывами обязательно тянемся, тянемся, тянемся. То есть, мы что делаем? Стопы вместе, носки натягиваем на себя и протягиваем под коленями, то есть, икроножку под коленями. Тут самое главное тоже себе ничего там не повредить, потому что вот ты сейчас так легко гнешься, понимаешь, как истинный йогольц, а у девочек не получается, вот видишь, что? Нужно запомнить уже то, что если вы занимаетесь силовыми видами, то ваша растяжка не должна быть динамической, она должна быть статической. То есть, вы вот тянетесь вперед, это статика называется, при силовой нагрузке, когда вы делаете что-то на тренажерах либо с гантелями. Ну, вот ты, например, смотри, ты себя за пятки уже практически схватил, девочки, не дотянемся до пяток, что делать? Они могут хоть попытаться просто, понимаешь? Да, тянутся вперед, тянутся вперед. Просто тогда тянемся вниз, сейчас остановлю. А вот при интенсивной нагрузке, вот при махах, которые мы делаем, нам наоборот, нам нужна динамика, и поэтому мы тянуться должны в динамике. Динамика, 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 динамика. Раз, два, три, четыре. Выпрямились, поправили все, на место поставили снова вниз. Раз, два, три, четыре. Оля, хохотушка. Вперед, вперед, вперед. Мешает, видишь, там какой-то есть балласт у нас, мешает. Мы пытаемся все равно. Я не верю в это, я не верю, просто нужно тянуться. Нет, я думаю, что можно... Нет, вот так, да. А вот так, да, я могу. К этому мы еще вернемся. Идем дальше, переходим снова на коленки. Да, да, да. К сожалению, да. Мы сделали уже три упражнения, теперь делаем следующее. Мы делаем три маха в сторону коленом, правой ногой. И один вверх. Раз, два, три, и один, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, именно так. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Темп у каждого свой. Все ли правильно делают, Леша? Да, в сторону, в сторону, в сторону. И выдох наверх. Раз, два, три. И наверх. Раз, четыре, да. Раз, два, три, четыре. Вот, кстати, нашим зрителям, ты уже об этом говорил когда-то в остальных блоках. Расскажи девочкам, куда лучше смотреть, чтобы было легче делать упражнение. Потому что некоторые смотрят в пол. Вперед! Вперед! Попробуйте посмотреть вперед. Может быть, вам будет легче? Вытягивайтесь вперед. Если вы будете смотреть в пол, вас к полу и будет тянуть. Вытягивайтесь вперед. Смотрите вперед. Тянет к земле. Можно поменять, да? Дальше. Три стороны, один наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Раз, три, четыре. Несколько подходов сделали, отдохнули. Сделали, отдохнули. Тем более в зале можно похалявить. То есть вот как-то вот человек ходит, он, ну вот он сделал упражнение, вот пошел водички попил, поговорил с кем-то, либо еще что-то. То есть вы должны тренироваться так, что вот если у вас есть полтора часа для вашей тренировки, вы должны вот все уйти в тренировку. Другие стороны, то есть желательно вообще отключить все максимально, чтобы вот сосредоточиться именно на тренировке. Я вот сейчас слышала от Тани, не получается, что не получается-то? Так быстро, с таком-то тяжело. Вот желательно, чтобы, смотрите, у вас темп был такой, чтобы у вас включалось дыхание. Вот заметили, начали делать, уже начали дышать. Дышать, дышать, дышать. Вот такой темп и должен быть. Не нужно делать вот раз, два. Именно темп. Как, насколько вы можете его делать. Ну что ж, я так понимаю, что какую-то базу вы поняли сегодня, да? Я понимаю, что это будет очень тяжело делать дома, тем более, когда нет Леши, который вам темп подскажет. Мы его с собой возьмем. Но что можно сделать? Можно включить в интернете команду фит и поставить на репит и повторять. Я могу порекомендовать следующее. Если вы не можете определить для себя темп, включите хорошую интенсивную музыку. Музыка создает вам темп, ритм, и вы в ритм музыки начнете это все делать. Я вам обещаю, что скоро мы с вами потанцуем. Ну, а на сегодня наша тренировка закончена. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время позаниматься. Сегодня для нас тренировку проведет Алексей Косарев и его команда. Привет, Леша. Доброе утро. Леша, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем просто тянуться. Просто тянуться? Не прыгать, не скакать, как ты это привык делать. Не махать ногами и руками. Просто тянуться. Я думаю, что это будет полезно всем нашим телезрителям и те, кто, в принципе, смотрят нашу программу каждое утро. То есть для тренировок спортсменов точно так же это будет необходимо. Потому что знаем, что после любой физической нагрузки, до, после тренировки нужно тянуться. Тянуться необходимо всегда и везде. Нужно тянуться. 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 Тянуться еще раз. Этим мы сегодня и займемся. Ну тогда нам нужно музыку. И уже давай приступать. Что-нибудь, ну что-нибудь делать. Сегодня у нас ноги, уважаемые телезрители, сегодня мы будем тянуть ноги. Я покажу основные базовые упражнения. И дальше уже, как только мы разогреемся, мы это сделаем гораздо сильнее и интенсивнее. Давай. Готовы? Давай. Хорошо. Встали ноги. Поставили на ширине плеч. Делаем глубокий вдох. Я даже попробую с тобой повторять. С выдохом мы опускаемся вниз и проверяем свою растяжку, стараемся дотянуться на прямых ногах. Достать ладонями пола. Ой. Выпрямляемся вверх. Вдох. Глубокий выдох. Я опять ладоншками. Вдох. Леша, если у человека не получается, не получается. И животом стараемся дотянуться до наших бедер. Слушай, это у кого есть живот, тому, мне кажется, думает, будет легко. Еще два. Вдох. Встали на носки теперь. Ой. Тянемся, тянемся вверх. Какая пресса. Глубокий выдох. Четыре. Три. Два. Один. Вдох. На носки. Тянемся вверх. Макушка. А каждый палец. Такие резкие движения можно делать? Людям? Всем? Всем. Всем абсолютно. Единственный момент. То есть нужно смотреть за своими коленами, суставами. Глубокий вдох с выдохом. Легкие болевые ощущения при растяжке, они всегда допустимы. Единственный момент, что когда начинаете терпеть, это уже вредно. Выпрямляемся. Болька должна быть приятная и такая растягивающая. Да, 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 да. Вот когда вы тянетесь, ощущение комфортно должно вы испытывать. Но опять же, я всегда напоминаю на своих тренировках, что кайфово быть не должно. Печально. Должно быть ощущение потянутости. Раз мы сегодня делаем с вами ноги, давайте мы с нами перейдем в легкая суставная гимнастика для ног и уже перейдем к основным упражнениям. Хорошо, давай, приступай. Стопы вместе, чуть присели, коленка, коленка, ладошки сверху, вращение. Ой. Это мы что делаем? Спина прямая, разогреваем коленный сустав. Ага. Голеностоп в одну, в другую сторону. Ой. Спина прямая, не сутулимся. Интересные такие ощущения, я тебе скажу. Я, если честно, я так практически не говорю. Хорошо, колени наружу. О, боже. Если колени вдруг стали щелкать, ничего страшного. А если они начали сильно щелкать? А если болевые ощущения есть в коленях? Легкие болевые ощущения допустимы. Вовнутрь. Ой. Не забываем держать спину ровно, дышим, вдох носом выдох через рот. Вместе выпрямились. Стараем прогнуть колени в обратную сторону. Если у человека большой вес, то, соответственно, у него увеличивается нагрузка. Ему архиважно тянуться. Это очень, чтобы не было проблем в этом плане. Чтобы в случае чего у человека при резком движении не возникло какой-то травмы, тянуться ему необходимо. Глубокий вдох с выдохом вниз. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Выпрямились. Пальцы в пол. По очереди каждый носок натягиваем на себя. Ой. На себя. На себя. На себя. У меня икра ножная. Да, да, да. Чувствуешь ее, да? Очень чувствуется. Тянется под коленом. Я вчера еще очень много походила на каблуках вечером. Дышим, дышим. Перекатились. Оба носка на себя, на пятки. Колени выпрямляем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Стопы вниз чуть присели. Поднимаем сначала тело. Голова выпрямляется в последнюю очередь. Глубоко выдохнули. Выдох. Ноги стряхнули. Вон. Идем дальше. Ножки, наши ножки. Стопы на ширине плечи. Руки на пояс. Вращение. Вот сейчас покажу очень интересное упражнение. Не знаю, как со стороны это будет выглядеть. Мне кажется, со стороны сейчас очень хорошо выглядит. Потому что мы делаем. Особенно девочки. Угу. Восьмерка. Оу. Стопы плотно прижимаем к полу. Чтобы проработать все три сустава. Стопа, колено, забедный сустав. Знаешь, мне нравится. А теперь садимся вниз. Четыре. Три. Два. Один. Вверх. Как-то я слишком быстро. Поднялась вверх. 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 Можно руки перед собой, чтобы держать спину ровно. Еще раз вниз. Слушай, это уже какая-то стрит-пластика начинается. И вверх. Я не против стрит-пластики. Я не против восточных танцев. Потому что они хорошо развивают подмижность суставов. Затем. Ставим ноги шире. Две ширины плечи. Угу. Перекат. На правую сторону. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Перекатились на другую сторону. Вниз. Вниз. Четыре. Три. Два. Чуть вниз сильнее. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Перекат. Восемь. Семь. 6, 5, 4, 3, 2, перекат. Перекатились на правую ногу, развернули пятку. Леша, скажи, почему нам так важна именно растяжка? Во-первых, снимает спаз с напряжения, то есть улучшает кровообращение. Снимает напряжение полностью с тела. Если человек активно тренируется, это говорит о том, что у него есть напряжение. Как вот просто каждый телезритель должен задать себе вопрос, каким образом он вообще снимает напряжение с тела? То есть мышцы, вообще в принципе мышцы забиваются после тренировок, особенно силовых тренировок. Ну они не только забиваются, там происходит нарушение кровообращения, когда мышца активно набирает рост свой темп. То есть тебе, как человек, который профессионально занимается, перекатились на другую сторону. Спортом, который активно выступает, ты прекрасно знаешь, да, что при интенсивной нагрузке, да, идет не просто тонус мышц, еще идет активный рост. Активный рост, это получается, что где-то происходит пересжимание наших кровообращенных сосудов. Для улучшения кровообращения тянуться нужно и необходимо. Это даст дополнительный рост вашим мышцам. То есть так же будет работать хорошо лимфосистема, ну и в принципе вообще, то есть не будет никаких напряжений, не будет травм. Когда мы напрягаем нашу мышцу, у нас получается кровообращение улучшается в ней и в нее больше поступают всех питательных веществ. За счет того, что мы ее еще будем растягивать, эта циркуляция, это будет происходить быстрее и лучше. Да, да, и те показатели, перекатились? Движение с тобой вперед. Вперед, к себе. Вперед, к себе. Вперед, к себе. Продолжаем разогревать наши мышцы ног. Пока да. Есть многие люди, которые не любят, например, силовые тренировки и вообще их избегают, но очень активно ходят на так называемый мягкий фитнес, растяжка, йога, пилатес. Это может улучшить их фигуру? Ты знаешь, я все-таки сторонник системного подхода. То есть, если есть диета у человека, есть мягкий фитнес, то обязательно, а как они заставляют свое тело быть в тонусе? Да, мягкие классы, они необходимы, они снимают напряжение, они создают определенный релакс для организма, но они не дают тонуса для организма. Активности не будет, выносливости не будет, кардиосистема, сердце должно работать при мягком классе, то есть вы этого не добьетесь. То есть, если активно тянуться, ходить то же самое, заниматься йогой, да, ну, что вы, вы там постоянно работите в статике. Я просто веду йогу, я знаю этот формат, и йога сама по себе это актуально, но если вы посмотрите, на самом деле, как проводятся форматы, там очень много динамики. В настоящей йоге очень много динамики. Да, йога это очень весьма сильное. Там нет статического напряжения, статика, она нужна лишь как часть тренировки. Давай будем продолжать и будем общаться. Берег. Дальше, что мы делаем? Мы поворачиваемся, делаем разворот и выпад. Выпад на левую сторону, движение вниз, добавляем динамику. Обратите внимание, у меня в левой ноге нет острого угла, острый угол в этом плане недопустим. Для боеспешения травм в колене. То есть, у нас колено не проваливается вперед, а мы делаем прямой угол. 90 градусов. 90 градусов. Дальше мы пятку правую тянем к полу, выпрямляем колено и небольшие покачивающие движения вниз, вверх. Леш, основная, вот я тебе задам этот вопрос, основная масса девушек почему-то мечтает девушек, женщины мечтают сесть на шпага. Многие говорят, я деревянная, у меня никогда ничего не получится. Как ты думаешь, вообще любого человека можно посадить на шпага? Абсолютно любой, абсолютно. Только по физиологии, перекатились на другую сторону. По физиологии, кому-то это достается быстрее, легче, дается, а кому-то тяжелее. Все зависит от физиологических особенностей человека. Вот я точно знаю, что... Подвижности суставов, пластичности связок. Да. Кто-то силовым форматом занимается, для них это убийство тянуться. Для них это очень сложно, это архи сложно. Для них это пытка самая настоящая. Они готовы несколько десятков подходов сделать с невероятно большим весом, сделать какое-то упражнение. Но чтобы потянуться 15 минут, это для них... Это каторга. Вниз, 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 вниз. Иногда просто не остается уже сил на растяжку после силовой нагрузки. Но лучше все-таки найти, ну не 15, но хотя бы 10 минут. Думаю, чтобы потянуть все группы мышц, которые вы нагрузили, будет полезно. Делаем глубокий вдох. Ой, это я сделал. С выдохом руки через стороны, вниз. 4, 3, 2, 1. И с этого положения мы с вами переходим к правой ноге. Левая рука. У нас располагается на правой стопе. Тянемся всем телом. Грудью тянемся к колену. Головой тянемся к стопе. Колени выпрямляем. Дышим. При растяжке, опять же, напоминаю, что вы должны сочетать упражнения динамические и упражнения на статику, на удержание. 4, 3, 2, 1. В середину вниз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Переход к левой. Вдох носом, выдох через рот. Все-таки мне очень нравятся ощущения, когда растягиваешь ноги, руки. Приятное. Особенно после. Когда тело отпускает напряжение, ты чувствуешь хорошее облегчение. Тело просит еще. Ну и повторите это в следующий раз. В середину. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаемся наверх. Делаем глубокий вдох. Руки в сторону. Расправляем. Левая стопа. 4, 3, 2. Глубокий вдох. Выпад. Ой. Первоначально локтем упираемся в колено. Правая рука на поясницу. Желательно взгляд направить на правую стопу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Разворот. Динамика. Вниз, 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 вниз. Ниже, 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 ниже. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Плавно переход. Вдох. Руки в стороны. Развернули правую. Вытянулись. Упор локтем. Правая колена тянет вперед. Левую стопу в удержании полностью. Нога выпрямлена. Леш, у тебя были какие-нибудь забавные ситуации именно на проведении каких-то тренировок, связанных с растяжкой? Мне кажется, очень много забавных всяких бывают ситуаций. Особенно, когда люди новые приходят, новенькие. Ничего не знаю. Разворот. Динамика. Мне очень нравится, когда ко мне в зал приходят такие перекачанные парни. Почему? В основном они... Ко мне на тренировке им хватает максимум два занятия. Одно-два занятия – это героизм уже. После этого они пропадают активно и говорят, Алексей, я еще не готов. Морально. И говорят, как я начну сушиться и входить в форму, так я к тебе пообращусь снова. Вот за всю историю моих тренировок выпрямляемся вверх, разгружаем тазобедный состав. Повращали. Слушай, по-моему, когда начинаешь сушиться, то есть сушка, лучше, как сказать, не особо растягиваться. То есть это должны быть очень щадящие тренировки какие-то по растяжке, чтобы не навредить. Если стоять в статике, особенно для тех людей, которые занимаются активно физическими упражнениями, тяжелыми видами фитнеса, тяжелыми видами спорта, вы должны понимать, что никоим образом при такой нагрузке нельзя тянуться динамически. Динамика – это когда вы активно рывками тянетесь и растягиваете свое тело. Все упражнения вы должны выполнять в статике. Фиксируясь в какой-нибудь определенной позе, вытягиваешься вниз и опускаешься ровно настолько, насколько можешь. И просто почему акцент? Потому что все люди, которые ко мне приходят, да, вот такие большие, здоровые, они начинают активно потеть. То есть получается, человек активно задействует максимальное количество мышц, они активно-активно, то есть их начинает трясти, работа включается в работу мышц и те, которые необходимы, и вот просто из энергозатраты. Смотри, Леша, ну у нас сейчас с тобой получилась такая динамичная разнимка, потому что я не все делала, я делала всего несколько упражнений, которые ты показал, да, но я очень сильно разогрелась, я это чувствую, то есть что у меня мышцы горячие, что у меня даже появилось испарина. Вот этот формат, вот как говорила уже Елена, он идет больше разогревающего. Давайте в следующий раз мы сделаем на результат, мы уже активно. То есть, ну в том плане, уважаемые телезрители, мы покажем следующий блок уже для тех, кто активно разогрелся, то есть те активно готовы к тренировке, и мы будем показывать глубину, как можно добиться результатов вот как раз тех милых женщин, которые хотят сесть на шпагат. Да. Правосторонний, левосторонний, либо веревочку, то есть не важно. Мы будем стремиться как раз к результату. Хорошо, Леша, тогда мы тебя ловим на слове, что в следующий раз ты нам покажешь, как нам нужно растягивать для того, чтобы сесть на шпагат. Все, договорились. А теперь спасибо, Леша, спасибо, девчонки. Приходим в следующий раз и учимся садиться на шпагат. Благодарю всех, все, до новых встреч. Ждите нас в следующий раз. До свидания. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Вы смотрели команду ФИД, в студии были Алина Маслова и Елена Аксенова. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова